Используя эту крышу, можно обойти всех и быстро добраться до босса. Мне кажется, я слишком рано себя обнаружил. Он напирает на меня, как танк. Ну что ж, воспользуемся поддержкой зрительского зала. Так, парень, а ты откуда здесь делся? О-о, кажется, я застрял. Беги, беги, беги за мной. Как ни странно, но НПС он почему-то захватить не может. Как ни странно, но он почему-то захватить не может. Вау! Раскидался по сторонам очень жестко. Спамим его атаками. На всякий случай выпьем немножко алкашки и... Смертельный удар. И этот пьяница отдает нам неочищенное саке. Бутылка мутного неочищенного саке. Саке нужно пить в компании. Это мутное саке, один из любимых сортов Иссина Айсина. Оно обладает богатым вкусом, но при этом зачастую слишком быстро и сильно пьянит. И так же он дает бусину отчеток. Да все, все, успокойся. Саке не уйдет. Эх, жаль, что этот парень, когда выживает, ничего полезного, к сожалению, не говорит. И теперь проход в главное поместье открыт. Но здесь есть еще несколько бандитов. И первая секретка с истиной, к которой нужно прижиматься. Шар богатства. Легкий кошелек. Очередное божественное конфетки. И самое важное, что здесь есть, это сундук, в котором лежит бусин отчеток. Давайте еще немножко здесь оглянемся. Еще несколько предметов, которые можно найти. Дрожжи. Порошок огнестойкости. Здесь очень много этого порошка. Но на самом деле мало того, что у нас так есть уже фляга для подавления огня. Так еще и не так часто здесь и поджигают на самом деле. И здесь можно встретить бабулю. Порошок огнестой. Порошок огнестой. Порошок огнестой. Порошок огнестой. Порошок огнестой. И да, это та самая бабуля. Которая нам и передала колокольчик Кура. Благодаря которому мы и смогли попасть в прошлое. И она явно чего-то очень сильно испугалась. И мы накопили пять единиц навыка и можем изучить дыхание жизни свет. И этот лучник явно оказался здесь. Не в нужном месте, не нужное время. И это не в нужном месте. И это не в нужном месте. Не в нужном месте. И он нам дарит щелкающее семечко для того, чтобы разогнать морок. И теперь становится понятно, чего так испугалась бабуля. Похоже, кто-то навел на них морок. И похоже, морок был настолько силен, что и носке лишился даже зрения. Вообще, что такое морок? Морок – это создание иллюзии. В результате чего тот человек, на которого производится воздействие, видит не то, что есть, а то, что ему внушили. Можно сказать, что это некая форма галлюцинаций. Если нету галлюцинаций, то нету этого. И если нету галлюцинации, то нету того, что нету. И это не так, что это не может. И я не могу. Я не видел его зоу. Я видел его области, но... Но... Это... И я... Исправа, С妹и ж... И... 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 И роду Хирата действительно пришел конец А нам предстоит серьезный бой Но давайте перед этим Хотя бы немножко отдохнем И на этот бой нам пригодятся Сюрикены И можно при желании еще поставить щелкающее семечко Но оно прям не настолько обязательно Как нам сказал Иноски Но может все-таки немножечко помочь И мы используем ключ От потайного храма Который нам перед смертью дал Наш приемный отец Филин Отлично А что ты куда-то Что за кожу А что? А что? В чем место Ох 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Иногда она делает сильную атаку, когда появляется красный символ, ее просто нужно перепрыгивать. Когда она прыгает наверх, используйте сюрикены, чтобы ее сбивать. Вот таким вот образом вы можете убить бабочку. Но на самом деле это была всего лишь иллюзия. Настоящая все это время сидела на статуе Будды. И вторая стадия немножечко посложнее. Может показаться, что она как будто бы зависает в воздухе, но на самом деле она прыгает по натянутым практически невидимым нитям. И она насылает на нас морок. Можно либо потихонечку убивать их с одного удара, но со временем бабочка их сама всех уничтожит, и вместо них появятся бабочки, от которых нужно уворачиваться. Увернуться от них несложно, но достаточно просто бежать вперед и не стоять на одном месте. Взбиваем его сюрикеном и продолжаем прессить. От такого удара лучше отходить в сторону, либо пытаться ее опять же запарировать. От premiums! Назь? От мастерства остальное. Увернуться отçoем пресса и resetting. Собто там? Хотел благо, не заб ABCD уже не подходит, я это обитая'. Воспоминания. Госпожа Бабочка. Память о битве с редким противником, оставшейся в сердце волка. Медитируя у идола-резчика и пережив битву заново, можно навсегда увеличить силу атаки. Призрачная госпожа Бабочка была опытным мастером Морока. И она дает еще один достаточно интересный предмет, это капелька сакуры, розовая капля, остающаяся у тех, кто не смог связать с себя клятвой бессмертия. Дарует одну дополнительную единицу воскрешения. Повторно принести клятву бессмертия и получить в награду дополнительную способность к воскрешению почти наверняка можно лишь в присутствии божественного дитя наследия дракона. И остается очень спекулятивный вопрос. Откуда эта капля у госпожи Бабочки? КОНЕЦ Продолжение следует... 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 Ведь он на самом деле не может быть так просто ранен. И давайте последний раз навестим Исоцки с его матерью. И вообще фишка с перемещением в прошлое в играх от Мейдзаки это давно не новость. Подобное мы могли наблюдать и в первом Dark Souls и во втором Dark Souls. И это не совсем обычное видение прошлого. Наш герой именно попадает в прошлое и может всячески с ним взаимодействовать и изменять его. Также в случае с Секиро наш главный герой попадает в прошлое и в какой-то степени его может изменить. И вообще до конца непонятно какое было на самом деле прошлое до того как мы переместились в это прошлое. Можно единственное понять что волк на тот момент конечно же не был еще бессмертным. И получил свое бессмертие после того как его проткнули катаной. Возможно он именно из-за этого и не помнит всех событий той ночи. Но переместившись в прошлое при помощи колокольщика Кура. Возможно волк увидел то что на самом деле не должен был видеть. Ну и конечно же по всем канонам Дарк Соулса все должны умереть. Вообще Миядзаки это японская версия Джорджа Мартина. В его играх постоянно все умирают. Если вы не знаете кто такой Джордж Мартин, даю подсказку. Это тот кто написал серию книг Игра Престолов. И у нас кстати есть неочищенное саке, которое мы отработали у Дзюдзо. И при помощи него мы можем споить трещика и узнать у него много полезной лоровой информации. Игра Престолов. Ваши Что вы делаете? Я для вас, что вы делаете? Что вы делаете? Шура И резчик по имени Аронгутан, как мы узнали, поведал нам очень интересную информацию. Как оказалось, с левой руки его лишил никто иной, как Асин Иссина. Именно он захватил эти земли и основал клан Асина. Сейчас, как мы узнали, он тяжело болеет, но, похоже, все еще имеет большое влияние на клан. Но самое интересное, что он сказал, это то, что Иссин отрубил ему руку, так как резчик начал превращаться в некого Суру. Что такое или кто такой Сура, мы пока что не знаем, но обязательно разберемся с этим. И давайте еще раз вернемся в поместье Хирата. У меня там осталось одно незаконченное дело. И нам нужна бамбуковая роща. И я думаю, что пришла пора посетить ту самую трехэтажную пагоду. О которой нам говорил Анияма. И здесь, кстати, еще можно заодно поохотиться на Карпа. И здесь, в углу, возле скалы, есть незаметный проход. Опс. Но, к моему счастью, падения здесь снимают очень мало жизней. Отсюда также открывается вид на горящее поместье Хирата. И вот она, наша трехэтажная пагода. И если присмотреться, то на крыше можно увидеть того самого воина в фиолетовом плаще. И именно таких воинов вырезал Тенго, называя их крысами. И, учитывая, что это событие трехлетней давности, это означает, что уже тогда крысы уже шастали по землям Асина. Противник очень непростой, и можно, по идее, вообще на него забить. И просто тупо забежать и взять вот этот вот предмет. Пучок перьев Туманного Ворона можно установить в протез Синоби. В лесу Усуи, к северу от Асина, обитает много хищных птиц, в том числе Туманные Вороны. Но никому еще не удавалось их поймать. Даже если схватить такого ворона, он ускользнет, оставив вам лишь пригоршню перьев. И после этого можно отсюда со счастливым лицом убегать. Так как этот боец не оставляет даже никакой бусины после себя. Но я все-таки попытаюсь его убить. Заодно это будет небольшая тренировка. Так как с этими ребятами придется еще неоднократно сражаться. Как ни странно, но его выпад ногой можно неплохо парировать. Но, к сожалению, с первого раза у меня не получилось его вынести. Хотя я был очень близок. И я, к сожалению, теряю половину золота и опыта. По идее, перед тем, как идти на битву с этим противником, лучше сохранить свое золото, купив немножко кошельков у торговцев. Либо потратив его на улучшение какого-нибудь протеза. Или на покупку тех же самых эмблем духа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...